Здравствуйте! Меня зовут Карина Лейтнуста, и я работаю ведущим консультантом в кассе по безработице в Тонде-бюро. Последние годы очень популярными стали видеоинтервью, например, по скайпу, а в течение нынешней особой ситуации такие интервью стали совершенно неизбежными. Как человек, регулярно проводящий видеоинтервью, хотела поделиться с вами некоторыми практическими рекомендациями. Важно обратить внимание на то, откуда падает свет, так как на видеоинтервью важно видеть человека, с которым разговариваешь. Хорошее освещение всегда в помощь. В контексте видеоинтервью другим важным моментом является камера. Если на вашем компьютере нет видеокамеры, то смело пользуйтесь мобильным телефоном. Для этого просто установите свой телефон на неподвижную поверхность и расположите так, чтобы вас было хорошо видно. Например, сейчас я тоже снимаю мобильным телефоном. Подходите к решениям творчески. Собеседование длится примерно час, поэтому если держите мобильный телефон в руках, то руки могут устать или начать дрожать. Если пользуетесь ноутбуком, то не откидывайте крышку сильно назад, иначе на вашем экране будет слишком много потолка. А если подвинуться слишком близко к экрану, в общем, нужно следить за тем, чтобы по возможности все было в меру. Если разобрались с видеокамерой, то следующий шаг – это наушники, так как наушники помогут лучше сосредоточиться на том, что сейчас происходит на видеоинтервью. Также рекомендуем использовать наушники с встроенным микрофоном, так как тогда ваш голос будет лучше слышен и он будет более четким. По возможности, лучше всегда сначала сделать кому-то пробный звонок, например, другу, чтобы вы могли получить небольшой опыт того, как все работает и насколько удовлетворительно вы смотритесь в видеокамере. Это добавит вам уверенности в подготовке к видеоинтервью. Из правил этикета на видеоинтервью хочу отметить, что когда все подготовили, не звоните первым, напишите в чат, что вы готовы, и подождите, когда работодатель тоже об этом напишет. Обычно работодатель звонит первым, если звонка нет, то не стесняйтесь позвонить самому. Рекомендую подготовить все необходимые материалы, которые вам, кажется, могут пригодиться во время видеоинтервью. Например, открыть веб-страницу этого предприятия, если было задано домашнее задание, чтобы оно было у вас под рукой. Также все то, что вы отсылали, и все, что присылали вам. Если в процессе подготовки делали какие-то для себя записи, положите их рядом, и пусть рядом будет бумага и ручка на случай. Если захотите в процессе беседы сделать необходимые пометки, во время видеоинтервью советую не перемещаться. То есть не вставайте и не идите в другую комнату с телефоном или ноутбуком. По той же причине, как я объясняла вначале, почему важно установить телефон и ноутбук на неподвижную поверхность. Чтобы начать двигаться, экран не начал двигаться вместе с вами. Это мелочь, но это может иметь отталкивающий эффект, если вы слишком часто двигаете руками или телом, и экран при этом движется вместе с вами. Это может происходить с вами непроизвольно, особенно когда вы волнуетесь. Не пересердствуйте с одеждой. Поденьтесь вежливо и удобно, так, чтобы одежда придавала вам уверенности на видеоинтервью. Бывает, во время видеоинтервью звонок обрывается. В таком случае сразу дайте о себе знать. Попробуйте написать в чате. Не надо паниковать, пытаясь многократно набирать работодателя. Подожди несколько мгновений, скорее всего, работодатель уже набирает вас. Если качество звонка страдало уже до этого, то сразу дайте об этом знать, что речь прерывистая, видео зависает или другие технические проблемы. Может, для этого придется поменять канал общения и даже продолжить по телефону. Но об этих проблемах необходимо сказать сразу, а не пытаться просто перетерпеть. Одним из больших плюсов видеоинтервью – это то, что не тратится время на транспорт. Также то, что вы находитесь в комфортной для вас обстановке, и времени уходит не больше, чем с начала беседы до ее конца. Это удобно как работодателю, так и вам самим, особенно, когда набьете руку. Желаю вам успешных собеседований. Видеоинтервью – это наше будущее. Подписывайтесь на мой канал!